У нас с вами ток-шоу или у нас серьёзный разговор? Here's the quote. Thank you. It's a formidable series. Так вот, да, это серьёзный разговор. Первоначально слово «украинец» означало, что человек живёт на окраине государства, у края. Или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы. Чтобы вы не думали, что я что-то придумал, Дима? Я вам отдам вот эти документы. Я не думаю, что вы что-то выдумываете. Нет, нет, нет. Всё-таки это документы из архива, копии. Где письма, здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которую мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав. А после того, как получил отказ, начал написать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Перед Первой мировой войной, воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идеи Украины и украинизации. Всё понятно, для чего. Потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника. При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали Советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала. При этом Сталин настоял на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований. Но почему-то основатель Советского государства Ленин настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил образующуюся Советскую Украину землями, которыми люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской СССР. Конечно, Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. А как вы думаете, что есть ли у Венгрии право забрать свои земли, и другие нации могут ли забрать свои земли и, может быть, вернуть Украину границам 1654 года? Ну, я не знаю, как границам 1654 года, но если все считают, что время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств, то в этом смысле, конечно, вполне можно, ну, если не говорить о том, что они не имеют на это право вернуть эти земли свои, то, во всяком случае, понятно... Вы Орбану говорили об этом, что он может вернуть себе часть земель Украины? Никогда не говорил. Ну, во-первых, я думаю, что руководство России исходило из того, что фундаментальные основы отношений между Россией и Украиной, фактически общий язык, там 90% в лишнем говорили на русском языке, значит, родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные связи, так или иначе, дружеские связи, общая культура, общая история, наконец, общая религия. Все это настолько фундаментальные вещи, общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий, все это такие фундаментальные вещи, экономика очень сильно взаимосвязана. Значит, все это лишь дает в основе неизбежности наших добрых отношений. Запад боится сильного Китая больше, чем сильная Россия, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае полтора миллиарда. После 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда-то говорю «вы», не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты, обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло пять раз, пять волн расширения. Ельцин высказался в поддержку, что сделали и Соединенные Штаты. В нарушение международного права, устава ООН, начались бомбардировки Белграда. Соединенные Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Более того, когда Россия возражала и высказывала свое негодование, что было сказано? Устав ООН и международное право устарели. Сейчас все ссылаются на международное право. Ну, тогда начали говорить, что устарело все, надо все менять. Значит, ну хорошо, я стал президентом в 2000 году. Думал, ладно, все это югославская тема прошла, но надо попробовать восстановить отношения на встрече здесь, в Кремле, с уходящим от власти Биллом Клинтоном. Вот здесь вот, в последнем помещении. Я ему сказал, задал вопрос. Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно? Вдруг он сказал, ты знаешь, это интересно. Я думаю, что да. А вечером, когда мы с ним встретились, уже на ужин, он говорит, ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой. Не, не, это сейчас, это невозможно. И я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе. Но все равно продолжали это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка. Из ЦРУ пришел ответ. Мы работали с оппозицией, в России, считаем, что это правильно и будем дальше продолжать работать с оппозицией. Смешно. Ну ладно, мы поняли, что разговора не будет. Момент создания системы про США. Начало. И мы долго уговаривали не делать это в Соединенные Штаты. И я предложил им работать втроем. Россия, США, Европа. Мне сказали, это очень интересно. Я говорю, только представьте, если мы вместе будем решать вот такую глобальную, стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Они мне сказали, да, мы подумали, и мы согласны. Я говорю, слава богу, отлично. но за некоторым исключением. То есть вы дважды описывали, как американские президенты принимали какие-то решения, а потом их команды эти решения пускали под откос. Именно так. Именно так. В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректно, но все-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было оттлонено, это факт. Но обещали же. Никакого НАТО на восток. Дюйма в сторону на восток не будет, как нам было сказано. А потом, что сказали? Ну, на бумаге же не зафиксировали. В 2008 году открыли двери Украине в НАТО. В 2014 году провели госпереворот. При этом тех, кто не признал госпереворот, а это госпереворот, начали преследовать. Создали угрозу для Крыма, которую мы были вынуждены взять под свою защиту. Начали войну в Донбассе с 2014 года, применяя авиацию и артиллерию против мирных граждан. Ведь с этого все началось. Ну, как же нам не проявлять обеспокоенность тем, что происходит? С нашей стороны это была бы преступная обеспеченность. Вот что это было бы такое. Просто политическое руководство Штатов подогналось к черте, за которую мы уже не могли переступить. Все можно было сделать, на самом деле, то же самое, только легальным путем. Без всяких жертв, без начала войных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане. В Голубонько не приходило. Потому что мы согласились с тем, что после развала Советского Союза все должно было быть так, по границам союзных республик. Мы же согласились с этим. Войну начали и они в 2014 году наша цель прекратить эту войну. Вы достигли своих целей? Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений. Как только мы отвели войска от Киева, сразу же наши украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности, достигнутые в Стамбуле, и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Президент Украины законодательно запретил вести переговоры с Россией. Он подписал декрет, запрещающий всем вести переговоры с Россией. Когда вы в последний раз разговаривали с Джо Байденом? Ну, я уже не помню, когда я с ним разговаривал. Не помню, можно посмотреть. Вы не помните? Нет, а что, я должен все помнить, что ли? У меня своих дел полно. Вы можете представить сценарий, когда вы направите российские войска в Польшу? Только в одном случае, если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии, нигде. Зачем нам это? Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Ну, если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это поставит, безусловно, поставит человечество на грани очень серьезного глобального конфликта. Это очевидно. Кто взорвал Северный поток? Вы? Я был занят сегодня. Я не взорвал Северный поток. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично, но у СИАИ такого алиби нет. Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Это нормально с вашей точки зрения? Санкции, ограничения, невозможность расчета в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолетов, санкции во всем, везде. Самое большое количество санкций в мире, которые применяются, это применяется против России. А мы стали первой экономикой Европы за это время. А каким образом лидер может быть христианином, если приходится убивать кого-то другого? Как можно это примирить в себе? Очень легко. Если речь речит о защите себя и своей семьи, и своей родины. Мы ни на кого не нападаем. Вот с чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донецке. Вот сейчас говорят в США, Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Что вы об этом думаете? Я думаю, что Маска остановить невозможно. Он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договаривать. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы. рано или поздно все равно мы договоримся. И вот что знаете, что может даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится. Продолжение следует...